Весной Ольге Спиркиной исполнится 60. Женщина внимательно следит за собой. Собственное отражение в зеркале ее устраивает далеко не всегда. Вот не верьте людям, которые женщинам, которые говорят, ну это вот у меня природа такая. Это вот спасибо Господу Богу, спасибо маме с папой ерунда. Возраст все равно берет свое. В начале 2000-х, когда Спиркиной еще не исполнилось и 45 лет, она обратилась к услугам пластического хирурга. Хотела немного подтянуть, как ей тогда казалось, поехавшее лицо. Я тогда себе не нравилась. Я тогда считала, что что-то со мной не так. Ну что вот что-то лицо. А знаете почему? Потому что идти надо было не к косметологу за нитями, а идти надо было к психологу. Надо изнутри было измениться, а я решила пойти легким путем. В клинике актрисе предложили установить подтягивающий каркас из специальных нитей. Косметолог заверил, дело плевое стоит недорого, а омолаживающего эффекта хватит надолго. Вся операция в стоматологическом кресле продлилась от силы 40 минут, а вот эффекта действительно хватило надолго. Я думала, ну сейчас это все так смотрится уродливо, сейчас все это опадет, как-то это все разгладится. Вот неделя, две, три, а еще никуда не пахнет. Я такая смешная с такими щечками. Из-за того, что ее лицо стало похоже на маску Спиркиной, пришлось поставить на паузу карьеру. Она стала раздраженной и недовольной собой женщиной. Актриса развелась с мужем, судилась с клиникой и восстанавливала свою внешность в Швейцарии. Женщины, ведь им всегда нужно будет выглядеть моложе, потому что это нормально. Женщина пытается сохранить свой собственный детородный возраст, показывая, какая она прекрасная. И зритель тоже голосует рублем. Он хочет видеть эту красоту на сцене, а не развалюху какую-то, понимаете? В феврале Татьяне Васильевой исполнится 77. Она по-прежнему выходит на сцену, и микроплатье на ее героинях не выглядит. Причудой театральной примы. Хотя слухи о Васильевой ходят самые разные. У Васильевой там типа выжила из ума, у нее деменция, она вообще ничего не соображает. Как артистка, типа все, она закончилась. Звезда фильма, самая обаятельная и привлекательная, пластику делает регулярно. И длится это уже на протяжении 30 лет. Я все делала, и резала лицо себе, и все, что сейчас есть, я все делаю, все, что есть, что существует. И филеры, и нитки, и ботокс, все, что есть. И хотя не все операции прошли гладко, свою нынешнюю внешность народная артистка считает заслугой пластических хирургов и косметологов. Просто цифры, которые иногда кто-то произносит в мой адрес, они меня, конечно, шокируют. Многовато, но и к этому я привыкла. Я сама себе детям говорю, чтобы они не сбывали страшные слова, говорю, сколько мне лет. Васильева сетует на то, что молодые режиссеры не приглашают ее на съемки. Все якобы потому, что они просто не могут узнать актрису. В соцсетях звезду сравнивают с мумией и просят остановиться с утяжками. Меня больше пугают пациенты, которые ничего не боятся, которые на все готовы. Это ненормально. Костюм в стиле Шанель, нитка жемчуга и дрожащий голос. Сейчас Александра Захарова – редкий гость в любимом ленкоме. Бывшая прима занята в единственном спектакле. Мне разрешают в театре играть только раз в полгода в спектакле «Вишневый сад». По негласному распоряжению. Так мне сказали, так до меня донесли эту информацию. Еще совсем недавно она играла купеческую дочь в гоголевской женитьбе. А Гоголь, как известно, не писал повести про лифтинг и круговую подтяжку. У Александра Захаровой однозначно были операции. Причем в первую очередь бросается в глаза верхняя блефоропластика. На некоторых фотографиях даже отчетливо виден шов. Захаровой 61 год. Для театральной актрисы, которая следит за собой, это не возраст. А театр – это искусство, которое очень молодит, которое заставляет держать себя и, и. Наверное, есть такая еще инфантильность в артистах прекрасная, что, в общем, очень способствует моложалости. После смерти Марка Захарова дочь судится за авторские права на спектакли, поставленные отцом. Ее имя стало часто появляться на страницах таблоидов. Говорят о том, что там лицо богатое алкоголички, как говорится, да, когда много филеров. А в итоге получается, что человек, возможно, перенес какое-то заболевание, какую-то терапию. Поэтому я бы не торопилась с выводами. Я бы остановилась на том, что человек с незаурядной внешностью, далеко не идеальной, с какими-то доступными ему методами борется с возрастными изменениями, борется неплохо. Продолжает перевоплощаться и 58-летняя Марина Зудина, причем делает это не только на экране, но и в жизни. Блондинку подозревают в том, что она сделала себе очередную пластику. Любой укол – это пластика. Любое, там, я не знаю, талинной терапии – это пластика. Ну, наверное, да, мы все делаем пластики. Милая девушка с пугленькими щечками и ямочками. Такой начинающая актриса Марина Зудина очаровала своего учителя Олега Табакова. Роман между ними продлился 13 лет, после чего они решили сыграть свадьбу. Влюбленных не смутила огромная разница в возрасте, ведь Зудина годилась Табакову как минимум в дочке, а стала матерью. В браке родились двое детей, которые стали совсем взрослые. Сама же Зудина уже как три года бабушка. Когда она была женой Табакова, все постоянно говорили о их разнице в возрасте. И как ни крути, с психологической точки зрения, с социологической, с какой-то личностной, но когда ты живешь с человеком намного старше себя, хочешь ты этого или нет, ты приобретаешь старческие черты. Это проявляется и в характере, и в поведении, и во взглядах на жизнь. На премьере модного сериала Зудина продемонстрировала не только новое платье, но и обновленное лицо. Ой, господи помилую. Значит, здесь мы видим чудо нашей оперативной хирургии. Я не знаю, где она, конечно, оперировалась. Вот. Вы знаете, здесь все-таки очень большая ошибка, потому что она сделала хирургическую операцию Булхорн. Операция Булхорн фактически возвращает молодость в верхней губе. Ее немножко подворачивают, открывая рот, чуть-чуть обнажая верхние зубы. Получается такой вот сексуальный призыв. Актриса все-таки не намерена сдаваться в свои 58 лет. То есть это чисто операция для того, чтобы привлечь мужчину, потому что это сексуальные знаки, это символ молодости. Бесконечные уколы красоты и неудачные потяжки могут преобразить лицо любимых актрис до неузнаваемости. Улыбка Джокера – это когда выделяются скулы и нижняя челюсть, а щеки, наоборот, впадают. Если бы я была каким-нибудь айтишником или товароведом, ну и ладно. Посидишь, приведешь лицо в порядок, а тут, то есть если тебе что-то неправильно сделали с лицом, ты лицо-то куда денешь? Работать-то как? Неудачная пластическая операция могла стать роковой и в карьере, и в личной жизни Ольги Спиркиной. Но она нашла в себе силы не только пережить депрессию и развод, но и снова доверить лицо хирургам. Сегодня Ольга счастлива с Давидом. Да, тем самым мужем, с которым они расстались 10 лет назад. А вот опять идти в ЗАГС не собираются. Да и с пластикой актриса решила пока повременить. И это точно не слухи. КОГО ЗАДЕЛИ СЛОВА НИКИТЫ КАЛАГРИВУ Вот как артист может быть с финиром. Что ответят его коллеги? Я считаю, что нужно открывать рот и всегда думать. Об этом и не только. Смотрите далее. Сравнивая две фотографии, Людмила Поргина пытается найти что-то общее между своим мужем Николаем Караченцевым и модным актером Никитой Калагриевым. В сети считают, что некоторое сходство действительно есть. Ну, черпинки, да, похожи. Здесь объединяет то, что они улыбаются очень хорошо. Такая открытая улыбка радостная. А что насчет актерской игры? Можно ли уже сейчас звезду сериала «Слово пацана» сравнивать с легендарным Караченцевым? Коль много хулиганства. Здесь у него злость. Он зло говорит это. А у Коля много хулиганства такого, знаете, юморного совершенно. Но вот такой вот злости у него нет. Этой зимой 29-летний Калагриевы наделал много шума своими словами. И были эти слова вовсе не про дворовых пацанов, а про коллег по кино и сериалам. Отшил Никита многих, а свою разноплановость подчеркнул отдельно. Вот роль в слове «Пацана» вы что думаете? Это было колоссально трудно мне сыграть? Колоссально гигантская реклама у проекта. А ролей у меня, вы если посмотрите, есть в пять раз больше крутых, сложнейших, чем эта роль. Ролей у Никиты уже действительно много. Несколько десятков. От Емеля до Кощея. Имеет право вслух порассуждать о нюансах профессии. Но если ты действительно драматический артист, то это, скорее всего, ты не будешь выглядеть как ухоженный, с винирами. Вот как артист может быть с винирами? Тебе же играть куча всего. Я когда вижу исторические проекты, виниры, ну я думаю, ну пи***ц, ребят. У Бортич нет специального образования. Козловский в кино не говорит, а шепчет. Многие актеры не знают жизни и вообще не надо возвышать того, чего нет. Все это сказал Калагривый. Я думаю, что надо убрать эту профессию из разряда пантеона в стране и отдать пантеон хирургам, спасателям. С этими словами точно не поспоришь. Впрочем, досталось не только современным звездам. Калагривый заявил, что ему не нравится Иннокентий Смоктуновский и Александр Абдулов. Якобы для него они слишком скучные. Поняли и разделили его критический настрой далеко не все. Ну он молодой человек, он сейчас популярный. Ну интересно узнать, что у него там на уме. Если говорить про Иннокентия Смоктуновского, это абсолютно гениальный актер. Для того, чтобы его понимать, нужно быть очень тонким человеком, интеллектуальным. Это все равно, что понимать классическую музыку. Если говорить про Александра Абдулова, ну поговорите с любой женщиной и зрительницей, почему она любит Абдулова. Обмануть зрителя очень сложно и невозможно заставить всю страну технически любить тебя. Допустим, Иннокентий Смоктуновский, Иннокентий Михайлович, вообще обладатель двух медалей за мужество. Мужество Иннокентий Смоктуновский. То есть это еще и какой был характер молодого человека, который отправился на войну, на передовую, выполняя боевые задачи. Наш Иннокентий Михайлович. Да, не все актеры, как Никита, провели свое детство в новосибирских дворах. Но для того, чтобы сыграть уголовника, не обязательно же отсидеть в тюрьме. Уж Иван-то Янковский точно знает, о чем говорит. Самодостаточный метр нашего кино, а не на той метре. А мы пытаемся в это время просто заниматься нашим делом и как-то сравниваться глупо, наверное. А те, кто не уважает. В отличие от Калагриева, для многих его коллег роли в сериале про пацанов стали дебютными. И со свалившейся славой справляться им непросто. Естественно, когда как обухом по голове такая популярность бьет, боишься сломаться. Но держимся, стараемся, потому что все-таки это важно, мне кажется, оставаться человеком. Но именно Калагриева, сыгравший в сериале приблотненного персонажа по кличке Кощей, теперь рассуждает о таланте и нравственности. Я считаю, что нужно открывать рот и всегда думать. Или просто молчать и есть этим ртом. Мне кажется, что это немножечко подростковое поведение. И вот от взрослых артистов и моих коллег по церку, а я уже все-таки очень взрослый человек, такого не услышите вы никогда. А у молодых, совсем юных, мне кажется, действует какое-то подростковое противоречие. Как ребенок, которому нужно отказаться от родителей, сказать, что они неправы, ты потом все равно вернешься к тому, что они правы. В кинотусовке даже заговорили о том, что у Калагриева теперь могут возникнуть проблемы на съемочной площадке. Ведь не все актеры и актрисы будут чувствовать себя уютно с таким правдорубом. Аукнется. Ну, бумеранг. Все возвращается, все прилетает. Иногда бестолку что-то объяснять и как-то направлять. За свои сто лет я понял, что гадость всегда бумерангом возвращается. Ребят, если мы живем в социуме, мы ему обязаны. Если вы считаете, что вот все вокруг говно, ну, ребят, на неубитаемый остров, и там живите так, как вы считаете нужно. Карен Шахназаров считает, что Калагриева вряд ли попадет в черные списки актеров, чего незамедлительно требуют сделать активисты в интернете. Тем более списков никаких нет. Конечно, нет никаких черных списков нет. Молодежи всегда свой эталон. Пускай они дерзают. Главное, чтобы они добились таких же успехов. Это другой вопрос. Пускай добьются таких успехов, как Абдулов, Ильич, Иленковский, или Филатов, и Стегнеев, Смоктуновский. Это дай бог. А пускай бунтует. А вот любовь зрителей не всегда можно измерить приростом подписчиков в социальных сетях. Да и актерскую игру самого Калагриева не все считают кристально безупречной. Он нарушил некоторое негласное правило, а оно существует в актерском мире, не обсуждать работы коллег. Тем более пути попадания в кадр или утверждения на кастинге. Я думаю, что пока ему повезло, поскольку в кинематографе сложно вырваться из типажа. Тебя стали снимать каким-то вот таким одним, или Емелей, или каким-то действительно полублатным. Нет, он может разное. И он это пробует. По нашей просьбе Людмила Поргина внимательно ознакомилась с актерскими работами Калагриева. Но не зря же по внешности и таланту Никиту часто сравнивают с Николаем Караченцевым. И вот ее вердикт. Ну, мне жалко, когда человек так завышает свои возможности, свои таланты. Поскромнее надо быть, понимаете? По словам вдовы Караченцева, у молодого актера есть и харизма, и актерское обаяние. Но все равно чего-то пока не хватает. А значит, все сравнения с мужем бессмысленны. Я пока здесь не ощущаю в нем мощность человеческую, понимаете? Когда он может повезти за собой тысячи людей, убедить их в чем-то, понимаете? Коль это мог спокойно делать совершенно. В своем микроблоге всех недовольных критикой Калагриевы назвал душ милами и уверяет, что полностью уверен в себе. Душа у актера поет. Впрочем, и здесь мнения подписчиков, как всегда, разделились. Одни пишут, что его голос ласкает слух, другие считают, что поет Никита, как старый дед. Такая она, обратная сторона славы. И это точно не слухи. Дина Корзун, вернувшись в Россию, объявила голодовку и уехала на Алтай. Актриса хоть и увлекается вегетарианством, но почистить организм лишний раз не вредно. Это глубинное очищение и омоложение. То есть ты под присмотром врачей, там тебе меряют кардиограмму, давление, все в порядке. Нет, я только на воде. А потом 7 дней полного голода, а потом начинается выход. 25 лет без мяса, сыра и молока. В 52 ни одной пластической операции, да и с косметологами она встречается очень редко. Я плохо отношусь к пластике. Я собираюсь стареть достойно, так как заслуживаю свой возраст. Ну и моя профессия, потому что это мимика, это всегда эмоции, большой труд. И все равно морщинки, они будут, и им нужно гордиться. Они, мне кажется, символ правильно прожитой жизни. Но я никого не осуждаю, кто этим пользуется, кому это нужно. Четверть века назад звезда фильма «Страна глухих» и одна из ведущих, актрис МХАТа, влюбилась, бросила все и уехала жить в Англию. За мужем, музыкантом Луи Франком. Иногда нам доказалось, что это до отчаяния невозможно, потому что я воинствующий патриот дома. Русский язык самый великий и могучий, Россия самая передовая страна. То есть я не допускала диалога. Мужу тоже досталось. После встречи с Диной музыкант и композитор Луи открыл для себя масленицу и блины. Что такое масленица? Знаешь? Да. Что это? Это когда зажигает старая бабунга баба, которая жила в зима. В Лондоне у пары родились две дочери. Девочки и подростки, свободно говорят по-русски, после ковидных карантинов семья Корзун-Франк засобиралась обратно в Россию. Там все было закрыто. Там до 23-го, мне кажется, были закрыты театры, концерты, школы. А сюда мы приехали, у меня дети пошли живыми одноклассниками в школу, без масок. А там родителям ни ногой в класс, ни на праздники. А мы ходили на праздники, в масках, но мы ходили. Брак с бельгийским музыкантом для Дины Корзун третий. Первые отношения с режиссером Ансаром Халилулиным продлились два года. Второй семейный союз с актером Алексеем Зуевым не продержался и трех лет. Дина говорит, она никогда не мечтала выйти замуж за иностранца, но жизнь распорядилась иначе. К слову, Луи разбил клише о прижимистых швейцарских подданных. Он сразу взял под опеку тещи и сына актрисы от первого брака. Он помогал и помогает, и помогает. Я просто иногда сама совесть знаю, потому что он мне говорит, слушай, ну, потому что я говорю, вот здесь вот рак лечит, и вот там вот, пожалуйста, надо крышу подлатать, а вот тут на храм, пожалуйста, в Луганске. И он иногда просто руки разводит, говорит, ну, пожалуйста, это будет тогда из твоих каникул или из твоей зимней обуви. Сейчас актриса задумалась о покупке большого дома, пока семья арендует дачу в Подмосковье. Недавно к ним прибилась кошка сразу с тремя котятами. Корзун шутит. Видимо, Мурка дает понять, что пора обзаводиться собственным жильем. И это уже не слухи. Митя Фомин отпраздновал собственное 50-летие в липскандал. Певец жестко прошелся по стилисту Александру Рогову, так жестко, что решил извиниться. Прошу прощения за резкость, наверное, да, за то, что я себе позволил. Я в тот день был отвратительным в настроении. Я пробирался через пробки. А началось все с того, что Дмитрию Анатольевичу, это полное имя Фомина, попалось на глаза видео, на котором стилист Рогов критиковал его изысканные наряды. Да делал это не один, а в компании модели Марии Миногаровой. Маш, ну вот я не знаю, ну вот что с ним делать? Блин, ну это просто, может он пошутил? Я не знаю. Блин, Мить, ну ты что, ты где эту взял, робу? Просто, Маш, что делать с Митью? Уж кто-кто, а Рогов понимает толк в нарядах. Да и Фомин тоже мастер на все луки. И надо же такому случиться. Александр Рогов не оценил обновки Митью Фомина и заподозрил певца в отсутствии вкуса. Ну это... Я не матерюсь обычно в выпусках, но вот это как бы... Не стал молчать и Фомин. Он вынес стилисту свой модный приговор. Он выглядит плохо, он выглядит отвратительно. Он выглядит, я еще раз говорю, что он выглядит, он выглядит как располневшая тетка средних лет. Безобразно абсолютно одевающийся человек, на которого неприятно смотреть. Двум стильным мужчинам 92 года на двоих. Но не с горячностью школьников убеждают каждого, кто в соцсетях вздумает усомниться в их пижонском выборе одежды. Два очень уже взрослых мужика не поделили шмотки. То есть одному не понравились стразы, которые неправильно и не так были наклеены на платье. А я это больше как платьем назвать не могу. У Фомина. Фомин же в ответ Рогову сказал, слушай, ты, там, не знаю, жирная тетка, что ты меня комментишь. Ну, это вообще просто сюр. Мужики подрались из-за шмоток. Это просто наш современный шоу-бизнес. В своих обзорах Рогов часто обсуждает звездные образы. Это какой-то такой угар. Не молчат и его модные оппоненты. Кудрявцева с иронией назвала Рогова нашей Шанель и посетовала, что слишком много развелось стилистов. Многие девушки, мне кажется, как-то ревностно воспринимают вот эту вот модную критику со стороны Александра Рогова. Тем более, что у него есть такая своеобразная манера подачи. Как бы, то есть он не в лоб говорит там о том, то есть страшно одета или что-то еще. А он все-таки это пытается как-то завуалировать под модные тренды. То есть, если хотите кому-то сказать, что цвет его лица не сочетается с цветом его шляпы, да и вообще человек не очень, замаскируйте это под модные тренды. Впрочем, к нарядам наших селебрити действительно есть вопросы. Ну, вы знаете, кто не хочет, чтобы его критиковали, он наденет черненькое маленькое платье и пойдет. Никто его и не заметит, что он был на этой красной дорожке. Конечно, многое, если не все зависит от того, кто именно наденет это маленькое черное платье. Я, как человек, любящий эксперименты, яркие, неординарные вещи, привыкла к тому, что все наши суперстилисты могут комментировать мой наряд. И одно время я даже специально одевалась так, и я знала, так, вот это вот будут обсуждать, и вот это с этим, конечно же, не носят. Конечно же, все будут говорить, как ужасно это все смотрится. Митя Фомин к этой категории явно не относится. Он тщательно продумывает каждую деталь. Видите, в чем я, знаешь, сейчас. В фасонистых кругах стилистов ходят слухи, что вдохновение Митя ищет в весьма своеобразных образах. Он вдохновляется стилем Жанны Агузаровой, потому что она тоже такая яркая, у нее вообще интересные лучки постоянно. Где черпает вдохновение Александр Рогов, остается только догадываться. Но судя по шортам, похожим на семейные трусы и пижонскому пиджаку с сапогами Рогову не чуждо советская киноклассика. Парк, че? Штаны-то надень. Ой, ешь, кинка-то. У нас у всех разные вкусы, и поэтому нужно давать просто аргументированную характеристику, чтобы человек, когда прочитал, он понял, да, действительно, что не так. Нельзя давать характеристику, опираясь на свое личное предпочтение. Митя Фомин в итоге предпочел извиниться. Александр Рогов пока промолчал. Вы знаете, я надеюсь, что этот спор исчерпан. Я действительно питаю искренне, уважительные чувства ко всем стилистам, которые стоят на страже нашего внешнего вида. Нашего внешнего вида. И, в общем, вы знаете, я принимаю любую критику, любой хейт, любой дизлайк. В модном споре двух щеголей временно объявляется перемирие. По крайней мере, до ближайшего большого сборного концерта. И это точно не слухи.